От 3 до 6 мм И это монолит Это не покрашено Там нету стыков Это полностью монолитная конструкция Которая не боится влаги Сейчас в данном случае мы показываем деревянное окно Это окно классическое Комфорт класса GGL Проем должен быть на 5 см больше Естественно Многие из вас Понимают и знают Этот проем необходим Для утепления Для утепления А запенить его нельзя? Нет Вообще в кровле Есть на мансардные окна Даже на установку Есть ГОСТы Там прописано Что пену нельзя Монтажную использовать Вообще в кровле ее нельзя использовать Потому что с деревом Кровля это подвижная Из-за подвижности Расширения Сужения Пена вроде не хрупкая Пена она хрупкая Пена когда она сначала Когда мы ее используем Когда она новая Она мягкая Но со временем Какие подвижки на кровле Что она на 10 см? Ну на 10 см не на 10 см Но до сантиметра Опять же зависит от кровли Кровли Увесная Подвижки все равно будут Страпило ходит Кровля двигается Рекомендуется на кровля Минеральные ваты Только использовать Ну минеральную вату Стекловату А если это старая кровля Человек переделывает У него шокстрапил Больше чем 70 Можно это все переделать Под систему делать Из дерева Себе под окно Выпиливается Страпило Усиливается Поперечный Можно проем На самом деле Любой сделать Вопрос уже в сложности Лишь бы часто не были Наоборот Чтобы не трогать страпили Можно всегда Если у нас проем Делают Человек делает крышу Расстояние между страпилами 60 сантиметров Ну под утепление Делают обычно 60 Человек хочет поставить Большое окно 78 Хотя бы так Выпиливается Просто одна страпила Ставятся перемычки Ну все это усиливается На уголках Скручивается Ставится две перемычки Сверху снизу И между ними Получается Одна страпила Мы ее двигаем Как нам нужно Делаем проем К размеру окна Плюс 5 сантиметров Хотя складываешь Это у вас дополнительно Подается Да Я хотел как раз Вам показать Что это такое Вы можете Этот зазор Утеплять С помощью того Утеплителя Который есть На кровле Или у вас под рукой У кровельщиков В том числе Там какая-то Вата Вырезать кусочки Вставлять Но мы предлагаем Наше стандартное решение Это комплект БДХ Комплект Гидротеплоизоляции Что входит В него В него входит Теплоизоляционный контур В него входит Гидротеплоизоляция Мембрана И входит Дренажный желоб Телескопический Для отвода Конденсата От проема окна Он поверху только монтируется? Только поверху Да Сейчас мы покажем Как это делается Значит Вот этот Теплоизоляционный контур Он идет в разобранном состоянии И на защелках Собирается За одну минуту Защелкнули Собрали Все Он готов По факту Вот эта процедура Занимает Две минуты Поставьте Все У вас утепленный Периметр Теперь можно Доставать окно И ставить окно В каждой коробке С надписью Велюкс Есть инструкция Причем Эта инструкция Она Без текста Она В картинках В том числе Да Вопрос Да, сразу Пока Наверное, всем интересно Проем мы делаем Меньше, чем Как Напряжение создаем здесь Понимаете, о чем я спрашиваю Например 49 50 сантиметров Делаем 49 проем Чтобы вот этот Мягкий утеплитель Нет Если размер окна 78 сантиметров Вы делаете проем Я поговорю Вот Вот он Не надо его создавать напряжение Нет Нет, не надо Все Вот это Короче, вот есть Фиксированы Вот зазоры Вот так Окно 5 сантиметров И по бокам должно быть От 2 до 3 сантиметров С каждой стороны Если больше 3 То у нас здесь будет щель Вот Если меньше 2 То у нас просто не влезет утепление И мы не сможем окно отрегулировать То есть Ну вот От 2 до 3 Оно само по себе Получается плотно И Просто мы утеплили Например Специально делаем 59 Чтобы Уставлялся с напрягом А здесь не надо Все Коротко Открыли коробку Взяли инструкцию Посмотрели Картинки Все понятно стало Достали Окно Взяли Пластины Это Крепотные пластины Которые Позволяют нам Установить Парк Одиночного Такого расположения Окна Окна Бук-бук В комбинации Или одну над другим Или бок оба Хоть 2 Хоть 3 Хоть 10 Хоть 50 окон Между окнами Когда у нас Комбинированная установка Когда подряд идет Несколько окон У нас между окнами Стандартно должно быть 10 сантиметров Расстояние Для того чтобы Оклады Стандартные Для комбинированной установки Там под 10 сантиметров Рассчитано И по высоте Ну если окна Одно над другим И по Если ставить По горизонтали Вот Для того чтобы Эти 10 сантиметров Не вымерять Соблюсти Пластины 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 Повторяют Друг друга Да и вот Мы когда Ну здесь грубо говоря Представьте у вас Еще одно окно Сверху Да Точно так же Либо вот так И можно Хоть всю крышу Из окон Сделать Есть такие Прецеденты Когда окон Очень много Ставят В Москве Есть Малый Манеж Да Где там Вести окон По моему Таким образом Стоит Вот Пластины Ставятся Варианты Ошибиться Нет Ну как бы У нас люди Находят И прям Ставятся Только вот Они Варианты По другому Не поставить И тут Паз И здесь Все Продумано Все Форма Короче Форма Пластины Не позволяет Не позволяет Поставить его В другом положении Но Можно Можно взять Можно взять Молоток Забить Как бы Вариантов Много Но вообще Если что-то Не идет Значит Что-то Неправильно Мы делаем Вот Здесь Как бы Один Вариант Причем Здесь Красная Линия Нарисована Которая Показывает Ну вот Совпадает С краем Пластины Прикручивается Саморезами Все это В комплекте Есть Единственное Саморезы У нас Звездочка И монтажники Вот часто Возникают Вопрос А где Эту Звездочку Брать Ну Сейчас Она Везде Продается На самом деле Ну Как бы Если Человек Как бы Профессиональный Монтажник Да Работает Долго Там На крыше У него Ну Вообще Человек У которого Есть Какой-то Набор Инструмента У него Всегда Это Делается Плюс У таких Саморезов Во-первых Не надо усилия Прилагать Когда мы Закручиваем Саморез Потому что Шлицов Много И Можно Саморез Там 10-20 Раз Выкрутить И Шлицы Не Сточат Не Сотруйся Вот Поставили Окно Ну Видите Да У нас Плотно Все Взошло Тут Если С этой Стороны Зайти Посмотреть Все Плотно Прилегает Никаких Шлей Нет По бокам Снизу Там Уже Утеплителем Подходим И сверху Утеплителем Подходим Дальше Мы Сниз Окна Выставляем По уровню Прикручиваем Саморезами Есть Длинные Саморезы В комплекте Тоже Вот Эти Саморезы Если Был Крестик Обычный Тяжело Закрутить Крестик Длинный Встрапил Особенно Если Доска Плотная А Так Мы Я На шурупер Тоже Плюс Саморезов Битоны Закручиваем Дальше Я Верх Прикручиваем Не буду Прикручиваем Вверх Прикручиваем Дальше Идут Регулировки Которые Мы пропустим Они в инструкции Есть Скажу Что Окно Должно Стоять Ровно В принципе Логично Чтобы Не было Никаких Шелей Зазоров Перекосов Чтобы Оно Открывалось И работало Нормально Это Все Есть В инструкции Как Его Отрегулировать И Все Что Необрудимо Для этого Есть В комплекте Вот Дальше Окно Закрепили Прикрепили Дальше Ставим Гидроизоляцию Обходят В комплекте Дальше Она Может Также Быть Отдельно Есть Коробка В которой Утепление И гидроизоляция Все Вместе Есть Без Утепление Просто Гидроизоляция С желобом Можно Отдельно Закрепить Материал Мембрана Прочная Качественная Не Плёнка Идет По размерам Комплект BDX Берется Такого же Размера Как и Окно Точно так же Как и Окло Одного Размера Приклеивается К окну Герметик Приклеивается Достаточно Хорошо Оторвать Можно Но Если Постоит Еще Клеится Так что Уже Отрывается Отрывать Клёнку Здесь Приклеивается Здесь Для чего Вот Плессировка Обратите Внимание Плессирована Для того Чтобы Каждую Досту Обойти И Торцы Сюда Прибиваются Степлером Чтобы Герметично Все Закрывалось Чтобы Непродувания Не было Чтобы Ничего Не задувало Снег Не дай бог Все Закрывается Вокруг Окна Сверху Ставится Гидроизоляционный Желоб Он Телескопический Здесь Обратите Внимание Прямо На нем Наклеена Инструкция Которая Позволяет Если внимательно Посмотреть То Не ошибетесь Он Телескопический Раздвигается Сколько Нам Нужно Устанавливается Устанавливается Опять Не будем Ставить Времени У нас Ограничено Какие-то Отступы От окна Идут Еще Ну да Во-первых Он должен Заходить Вот у нас Страпило По бокам Окна Одна Страпило Вторая Страпило Мы Вот эту Пленку Должны Прорезать Вот Посередине Страпило С этой Сторонки Посередине Страпило С этой Стороны Прорезаем Вот эту Гидроизоляцию Делаем Как бы Такой Язык Потом Туда Заводим Вот эту Пленку Потом Ставим Желоб Прикручиваем Его И Получается У нас Вся вода Которая Сверх Да И по бокам Проклеивается Положка Проклеивается Вся вода Не попадала Никакая Соответственно Вся вода Которая Над окном Образуется Под конем Добивает Либо Анкотом Динсат Либо Ну Зариантов Много Вода Может попасть Я поэмуляю Включи мне В электричество Пожалуйста Покажешь Можешь Кормулятор Вдох Спасибо огромное Поставили Желоб Поставили Вот этот элемент Очень важный На самом деле Очень часто Сейчас уже Как-то меньше Но раньше Мы Как-то Ну Монтажники Мало Внимание Этому Уделяли Окно Поставили Воткнули Прорезали Гидроизоляцию Воткнули Окно И здесь Вот Ничего Нет Просто Никакой Ни Гидроизоляции Ничего Зачастую Не утеплено Было Просто Гидроизоляции 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 Даже если Используем Мы Гарантия Гарантия На окно 5 лет Стандартно Если Используется Комплект BDX То Гарантия 10 лет Опа То есть Можно и Самим Было Монтировать А мы Покупаем Конечно Можно Но Лучше не надо Я понял Дорогая вещь Чтобы она Работала Долгально Комплект BDX Стоит Не таких Больших Денег Скорость Монтажа Быстрее Надежность Быстрее Гарантия Быстрее Быстрее Больше Соответственно Гарантия Быстрее Гидроизоляцию Поставили Дальше Собираем Оклад Оклад Это Система Желобов Для Отвода Воды От Основные Это Два Варианта Оклад Это Для Профилированных Кровельных Материалов Высота Профиля Высота Волны До 120 Миллиметров То есть Представьте Себе Профиль 114 114 Металл Профиля Есть Для Перекрытия Только Для Заливки Используется Редко Когда На Кровный В него Можно Поставить Мансард Можно Поставить Мансард В ангар Ништяк Вопрос В том Что Кто Поставит Не Поставит Это Другое Уже Допускаю Технически Возможно Принимает Форму Кровли Пригибаем Причем Довольно Жесткий Материал Тут Слой Алюминия Потом Слой Герметика Бутила И еще Слой Алюминия Трехслой Трехслой Прижимает Сам Себя К Кровельному Материалу И Его Приклеивать Не надо Прикручивать Не надо Придали Он Сам Себя Прикрутили Он Сам Себе Прижал Ну да Материал Кровли Как Прижал Так И Есть Да Он Уже Никуда Не Денется Тут Многие Монтажники Кровельщики Спрашивают А почему Его Не Приклеиваем Приклеивать Это Ненадолго В моем Понимании Всегда Есть Какие-то Ударные Нагрузки Вода Туда Попадает Снег Размерзается Все Его Оторвало Чуть И все И уже Клей Разрушился Механически Лучше Прикрепить А тут Он Чуть Отогнулся Потом Он Опять Сам Встал Туда Ну Короче Это Надежно Это Долговечно Следующий Второй Все Элементы Оклада Пронумеровано Пронумеровано Номер Один Номер Два Вернее Если быть Точнее То Идет Номер Один Это Элемент Оклада А Номер Два Это Накладка Которая Идет С окном Ну Но В любом Случше Все элементы Пронумеровано И все Сограни Можно поставить Окно Без оклада Можно Само окно Сделать Самому окну Сделать Ну Без оклада На самом Деле В Санкт-Петербурге Есть Компания Которая Фальцевыми Кровлями Занимается И для них Это Вызов Такой Они Ставят Только Без окладов Окна Но Они Фальцовщики Такие Супер Жестянщики Там И Кровля Тут Редкость Вообще Редкость Ну да А так В любую Другую Кровлю Без оклада Следующий Дополнительный Контур Уплотнения Который Появился Полтора Где-то Два Года Назад Снизу Резинка Дополнительная Когда закрываем Окно Все у нас Очень плотно Окно Стало Закрываться Туже Но Снизу Прям Все герметично И Если Намерзает Под окном Лед То Его Внутрь Уже Не продает В центральном Регионе Да В центральной России В Сибири Была такая Проблема Когда Под окном Намерзает Лед И потом Когда он Начинает Таять В воде Просто Некуда Деваться И ее Начинает Продавливать Но Абратный Уклон Создается И все Да Это Проблема Решена Ну Это я Пока Не ставлю Ну Опять же Эту Проблему Можно Решить Да У нас Номер Три У вас Номер Три У вас Говорили Еще Про Кабеля Обогрева Но Это Насколько Я знаю Многие Люди Ставят Кабеля Обогрева Даже Состоятельные Люди Включают Их Два Раза И все И потом Их Вообще Не Используют Потому Что Ощетчик Мотает Вообще Нереально Ну Как вариант Тоже Можно Если Снега Много Использовать Кабеля Обогрева В Москве Мы крышу Монтировали Полностью С обогревом Вся Крыша Ну Это Реально Безумно Безумно Денег Стоит Это Для Смешечек Даже Люди У которых Сначала Они думают Ну Буду Электричество Мотает Очень Так Номер Четыре Тут Как бы Сборки Облада Ничего Сложного Нет Каждая Мелочь Кажется Что Поменяли Саморезы Очень часто Звездочки Не находят Монтаж Вкручивают Черные Саморезы Первая Причина Протечек Самая Частая Это Как раз Из-за Саморезов Они Начинают Ржаветь У них Форма Шляпки Другая И Потихоньку Туда Начинает Водичка Просачиваться И потом Дерево Начинает Со временем Все Больше 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 Воды Начинает Это Отправить Не нужно Ничего Менять Модернизировать Компания Велюкс Подумала О кровищиках Которые Работают На крыше Положила Еще один Дополнительный Саморез Если Один Упал Вниз На землю То Есть Еще один В комплекте А биту Нет Биту Раньше Хватит Сколько Можно Все Должны Быть Профессионалами Накладка Верхняя Номер 6 Здесь Находится Фильтр Моющийся Для Проветривания Когда Открываем Окно На Проветривание Весь Воздух Проходит Через Этот фильтр И пыль Остается На нем Его Соответственно Надо Изредка Вытаскивать И промывать Можно Об этом Говорить Заказчику Ставится Сверху Фильтр Соответственно Изнутри Вытаскивается Моется Из помещения Доступно Здесь Антиконденсатное Покрытие И Шумоподавление Поглощение Покрытие Пенопласт Глушен Звучит Звучит Собирается Оклад С этой стороны Точно так же Как здесь Показывать Не будем Затем Окно Ставится Окно Если Его человек Может поднять То Он Его Может Установить Сам Соответственно Потренироваться Придется Щелчки слышали Когда вы слышали щелчки Окно уже Все зафиксировано Оно уже никуда не денется Чтобы его снять Нужно нажать Вот здесь Две кнопки Нажали и сняли Вот Окно Ну как я сказал Снизу Видимка Машина Прикрышенная Оно крепкий Оно Пальту же Конечно Закрывается Но Это Сделано Для того Чтобы С ведяным замком А фильтр работает Только Примитров Микробоветр Да Ну здесь Ручка У нее Два положения Ну я понял Ну как понятно Полностью Открытое Положение Окно Открыто И Наполовину Открыто Это Только Фильтр Окно Не Открыто Не Открывается Воздух Проходит Отличие Давайте Я еще Сейчас Расскажу Отличие Разных Моделей Окон Самые Дешевые Стандартные И Вот это Вот Комфорт Класс Отличие В чем Первое Что Я всегда Говорю Заказчикам Если Меня Приглашают На объекты Проконсультировать Это Замки Запирания На Стандартном Дешевом Окне Это Пластиковые Замки Здесь Металлические Замки Запирания Паш Можно Тебе Попросите Снять Окно И Перевернуть Его Показать Второй Момент Это Стеклопакет Любое Мансардное Окно Вилюкс Имеет Закаленное Внешнее Стекло Не боится Града Веток Камней Там Молотков Тяжело Разбить Его Реально И на Дешевом Стандартном Окне И на Комфорт Классе Соответственно Здесь Дополнительно Есть Специальное Покрытие Снаружи У закаленного Стекла Легко Очищаемое Покрытие Которое Работает Следующим Образом Вода Дождь Смывает Грязь Не оставляя Развода Окно Нужно Меньше Открывать Меньше Мыть Плюс Внутреннее Стекло На этом Окне Оно Триплекс Как на машине Лобовые Стекла Два Стекла Между ними Пленочка Дополнительная Безопасность На Стандартном Обычное Стекло Ну это Вот как бы Два Да Вот сейчас Я сказал Два Различия Металлические Замки Давай сейчас Покажем В нашем случае Вот они Две точки Запирания Металлический Замок Ну а Стандартном Окне Там Пластиковые Два Замочка Пластиковые Это Стеклопакет И Стандартное Окно Нельзя Модернизировать Нельзя Постар